ну что же дорогие мои всем наидобрейшего февральского утречка середина февраля 15 число время 6 6 10 и температура примерно минус 1 около нуля все немножко тает вчера время позавчера ездил у нас пригородные поезда все встали из-за того что феврале в норвегии неожиданно пошел снег даже не просто снега снегопад сегодня 15 февраля для меня лично это очень знаменательный день потому как ровно 35 лет назад примерно плюс-минус в это время ваш покорный слуга выходил по мосту дружбы из хайратонов термес я как вы знаете я прошел непростой путь от рядового до старшиной роты командовал временно исполняющие обязанности был командира взвода разведки в афганистан я попал уже служил в срочку 88 ну по сути уже в самом конце нас и ничего такого сверх особенного таких серьезных столкновений то есть я не видел буду честен но есть ребята которые воевали я лишь застал очень неприятные моменты первое когда мы приземлились в баграме самая первая задача вот нас выгрузили из самолета всеми тогда нас называли сверчки сверсрочники и сразу все вперед товарищ пропушек самое первое буквально только мы вышли из самолета поставьте вещи и в этот же самолет мы грузили цинковые гробы точнее сказать деревянные ящики в котором были цинковые гробы где-то ну благо зима это было ну я никогда мне до сих пор преследует запах запах человеческой плоти разлагающийся хотя повторюсь это были горы будет зима я представляю что творится летом хотя я знаю этот запах тоже уже по-другому в другой истории в общем ребята все кто причастен всем счастья здоровья а главное мир на небо над головой сейчас же хотел выразить свое недоумение почему многие ребята афганцы сейчас возглавляют вот эти вот комитеты войны и агитируют молодых пацанов идти погибать на войне чужую землю по прихоти одного выжившего из ума у шлюпка вы же сами через все это прошли ребят для меня как для младшего командира для меня хуже нет просто было наказание самое страшное когда тебя отправят в командировку так называемую заносить в дом цинковый гроб с телом погибшего солдата я никогда это не заботу когда родственники бросаются на тебя рвут на тебе волосы тебе выдавливают глаза отрывает уши я вышел с расцарапанным лицом это было ужас то есть вот под этим гнев матерей его ничем не передать потом когда просто обезумевшую от горе мать не могут оторвать от гроба сына ребята всякий человек который вот хранил своего близкого никогда не будет говорить тем более писать таких вещей которые не пишут вот убил бы тебя убила бы тебе заживался сжег бы там шкуру спустил бы себя ты мудила ты хоть раз хранил своего близкого человека в гроб укладывал нет а чё тогда хабло свои развиваешь ладно в общем теперь о другом самое главное остановить эту войну и отдельно буду делать ролик про украину и про путина теперь на технические вопросы отвечают на что я взял к этому пятнадцатому айфону новый микрофон как я описал доплатил еще 400 крон со всем того получилось 900 крон то 90 долларов микрофон как он работает вы можете оценить сейчас по настоянию по совету одного из подписчиков кстати пользуясь случаем подписывайтесь на канал я буду делать маленькие промо ролики про книги и про театр посмотрим как это зайдет действительно да я еще буду делать один ролик по поводу значит по вашей просьбе очень люди просят рассказать про алкоголизм о том как я боролся и победил этот недуг мне стесняться нечего у меня были трижды проблемы с алкоголем серьезные до белочки не доходило но где-то вот было рядом сейчас я абсолютно ну как говорят зожник не потребляю вообще даже сегодня в такой день то есть вообще ничего не пиво не вина не шампанского не на новый год не на 8 марта не на днюху и на 2 августа вообще вот ничего крепче чая я не пью вообще и это очень прикольное состояние вот это ненавижу к слову истинного кайфа когда ты трезвый так вот значит я сделаю ролик по алкоголизму и пьянству и второе почему-то очень сильно интересует тема лгбт именно коммуникации лгбт комьюнити с согражданами согражданами вокруг я вот у по своим после ориентации я являюсь просто убежденным и даже агрессивным гетеро я не считаю гомосексуализм нормой я считаю это отклонение от нормы и могу это доказать чтобы не засорять сильно вам мозг наверное об этом надо сделать ролик отдельный о том как здесь это поставлено все как здесь все это проходит и каково отношение государства и отношения сограждан но совершенно диаметрально противоположное иной раз ваш покорный слуга тому подтверждение то есть мне абсолютно похлебен до из этих геев я же не гей они меня вообще никак не интересуют они для меня не не существуют они мне не трогают ко мне целоваться не лезут я им отвечаю взаимностью меня никак но я не считаю гомосексуализм нормой это мое личное мнение я имею на это право так еще о чем хотелось бы вам рассказать а именно что ваши запросы пожалуйста в комнатах или в личку пишите чтобы я что именно вас интересует что именно мне снять для вас какие сюжеты сейчас может быть финансы будут получше приобретую ipad они может быть лучше будет делать видео на компьютере это слишком хлопота ладно ребята всех с праздником шуравей остановить эту войну донесите эти вещи до простых людей и всем счастья всем добра всем мира